Коронавирус тема номер один в мировых новостях. Ее обсуждают на работе дома, в автобусах, больницах, магазинах, парикмахерских. Кто-то вынужден не выходить из дома по причине карантина и пересматривает фильмы про эпидемию, кто-то с тревогой, а то и с ужасом поглядывает в сторону кашляющих и чихающих. Как не поддаться панике, как сохранить оптимизм по две недели, находясь без прогулок в закрытом помещении. Не только об этом. Поговорим сегодня в студии с медицинским психологом Алтайского краевого онкологического центра Аллой Лобановой. Здравствуйте, Алла. Рада вас видеть, даже несмотря на вот эти все истории. Вот из своего круга общения я уже поняла, что люди сейчас разделились, скажем так, на два лагеря. Одни говорят, весь этот коронавирус ерунда и вообще надуманная история, кому-то это выгодно, а у других совершенно противоположная история. Мы все умрем. Вот кому верить в этой ситуации и как вообще кого слушать? Я не могу, конечно, вынести вердикт, но мнением своим поделюсь. Если бы, конечно, это заболевание было только в нашей стране или в нескольких странах, может быть, это было бы и не очень серьезно, и можно было бы предположить, что это кому-то выгодно. Но, в общем-то, весь мир объят коронавирусом, поэтому нужно, конечно, об этом задуматься. То есть проблема есть. Проблема есть, но она не столь, так скажем, огромна, как ее раздувают. Вот. То есть вот это мое мнение. А каким источникам информации верить? Потому что источников информации сейчас огромное количество. И даже те люди, которые, например, вчера еще были спокойны, они тоже начинают поддаваться панике. Такие тоже есть. Во-первых, знаете, мой совет, не надо постоянно пересматривать какие-то новости и так далее. Потому что действительно иногда идет нагнетение ситуации. Поэтому обычно лучше всего доверять тем источникам информации, которым доверяли и раньше. То есть кто-то в Ютубе информацию берет, кто-то из новостей. Но лучше всего смотреть новости, например, один или максимум два раза в день. А как преодолеть состояние тревожности или даже растерянности, в котором сейчас многие находятся? Ну, здесь нужно, конечно, включить голову. И вообще тревога, растерянность – это симптомы страха. То есть, в общем-то, сейчас у нас люди все находятся вот под этой эмоцией, под эмоцией страха. Она, в общем-то, считается в психологии негативной эмоцией. И какая здесь может возникнуть проблема? То есть когда люди постоянно находятся с эмоцией страха, они находятся в хроническом стрессе. А хронический стресс ослабляет иммунитет. То есть вот это основа проблемы. А сейчас, вот в данной ситуации, иммунитет, наоборот, должен быть как никогда хорошим. Поэтому лучше всего, естественно, положительные эмоции, так скажем, впитывать. Вот. Как не поддаваться? Существует три выхода из страха. Первый – это осознанность. То есть нужно включить голову. Эпидемии в мире были всегда, и никуда от них не деться. То есть нужно поговорить с собой, как со взрослым человеком. Не включать эмоции, а включить разум. Эпидемии были всегда. Всегда люди умирали. Это естественный процесс. Но всё время кажется, что это было где-то в 17-18 веке, но в 19-м, в начале, там, уже край или в 20-м. На самом деле, сколько мы уже с вами пережили. И птичий грипп, и свиной грипп, и эболу, и чего только уже не было. Ну, тогда не закрывали границы, и всё оказалось проще. На самом деле, просто такое вообще должно было когда-то случиться. Я думаю, что это такая хорошая репетиция перед какими-то дальнейшими, возможно, более глобальными проблемами. Поэтому, наоборот, мы поймём сейчас, что мы умеем, что мы можем, как мы можем людей наших защитить. То есть вот это вот основа. Поэтому первое – это осознанность. Второе – это посмотреть страху в глаза. Вы знаете, иногда люди даже боятся думать о страхе своём. Но вот страх нужно приблизить, посмотреть ему в глаза, и, может быть, ситуацию развернуть, что может произойти самое страшное. И вот когда человек вот эту картинку смотрит до конца, он понимает, что на самом деле уж такого страшного ничего не может быть. И, наконец, последнее – это опыт. Ну, первый день, когда мы только узнали об этом заболевании, да, которое уже вошло в Россию, было сильно страшно. Второй день тоже страшно. На 25-й день уже будет менее страшно. А уж там, не знаю, через месяца-два вообще уже все перестанут бояться этого заболевания. Ну, будем надеяться. Знаю, что школьники сейчас на каникулах, да, и обычно они развлекаются на каникулах, а сейчас большая часть, ну, точнее, наверное, практически все находятся дома. Могут ли родители помочь ребёнку справиться? Ну, это тоже можно же назвать стрессом, когда ребёнок находится дома. И как это сделать? Ну, наверное, самое первое, что должны сделать родители – это объяснить детям, что вообще такое пандемия, да, что это за заболевание, какие могут быть последствия. Но объяснить именно нужно информативно. То есть не нагнетать обстановку, не пугать ребёнка, а именно объяснить, что это такое, какие могут быть последствия. Потому что, ну, страх, да, это не очень хороший, так скажем, попутчик. Потом детей нужно занимать. Ну, тут же, видите, мы тоже разный возраст рассматриваем, да, если дети, например, там, ну… Ну, младшего школьного возраста. Младшего школьного возраста, да, то, в принципе, они ещё зависимы от родителей. И тут, конечно, основа – это родители, которые могут их чем-то увлечь. Сейчас, на самом деле, очень много игр настольных, да, какие-то вебинары можно смотреть. Можно, не знаю, там, вместе с семьёй. Вот я сейчас, кстати, смотрю, иногда в Инстаграм появляются антикризисные программы. Вместе сидят пельмени лепят, булочки какие-то и так далее. То есть игр много, да, можно устроить какие-нибудь там показы мод и так далее. Вот даже некоторые дети маски изготавливают. То есть можно придумать много интересного чего-то. Даже полезного, да. Даже полезного, да. А можно даже, кстати, ребёнку дать задание, сказать, придумай три игры для семьи. И дети будут думать. Ну, хорошо, может быть, кто-то воспользуется нашим советом. Согласно статистике, да, болеют тяжело и количество смертей у людей пожилого возраста. И вот они тоже очень сложные люди, практически как дети, а то, может быть, и ещё сложнее. Вот как им объяснить ситуацию, что, допустим, им нельзя выходить из дома? И как самим снизить тревогу, ну, вот за близких пожилых людей? Да, конечно, люди пожилые, они ещё и смелые все. Вот, они уже жизнь прожили, у них есть мудрость. Ну, здесь, опять-таки, наверное, только поговорить с ними мы можем, да, поговорить, рассказать им, как мы их любим и как нам ценно их здоровье. Как мы хотим дальше продолжать жить вместе с ними и как мы о них волнуемся, да, вот. Ну, и, может быть, просто как-то каким-то образом навещать их чаще или звонить им, вот. Ну, и тогда, я думаю, что они вас тоже услышат. Ну, а собственную тревогу снять каким образом? Если вы будете понимать, что вы что-то сделали для этого, то ваша тревога уже будет уменьшаться. То есть, распишите план себе такой вот, да, антикризисный. То есть, что я могу сделать для того, чтобы защитить свою семью? Ну, и, там, детей, родителей, себя, да. И тогда вы уже будете наглядно видеть, что вы можете. И тогда тревожность, естественно, будет снижаться. Ну, вот мы уже говорили немножко о карантине, да, дети находятся сейчас на дистанционном обучении. А есть те, кто приехали из-за границы и вынуждены вообще находиться дома и из дома не выходить? Чем себя занять? Стоит ли смотреть фильмы об эпидемиях? Или это, наоборот, накрутит еще больше какой-то паники? Ну, конечно, не стоит смотреть, потому что даже люди с очень хорошей выдержкой и с крепкими нервами, они все равно могут поддаваться панике. Поэтому, конечно, лучше всего смотреть спокойные передачи, опять-таки, развивающие какие-то вебинары. Ну, и заниматься с семьей какими-то, опять-таки, совместными играми, да. То есть, нет, смотреть фильмы про эпидемию не надо. То есть, это категорически прям не надо. Угу. Приходится ездить ведь в общественном транспорте. Это другим людям, да, которые не на карантине, и в магазины ходить. И как вести себя там, где много людей? Потому что иногда даже на кашляющих читающих люди с ужасом смотрят. Вы знаете, да, мне, конечно, даже вот смешно, что у нас сейчас происходит, скупаются там крупы, сахар и так далее. Сами люди, так скажем, вот этот вот спрос рождают, да, и цены растут. Вот из-за этого люди еще боятся больше, да, то есть как снежный ком. Абсолютно зрелые рекомендации даются у нас, вот, ну, например, на сайте Министерства здравоохранения или Роспотребнадзора, да, что если вы все-таки волнуетесь, носите маску, чтобы она плотно облегала, да, облегала лицо. Вот мойте чаще руки. То есть обычные, так скажем, какие-то мероприятия. Вот у нас люди, которые находятся на карантине, считают, что, может быть, легче прожить им будет там с бокальчиком вина, да. Не сопьется у нас народ в России? Потому что я очень многих смотрю людей на карантине, которые в Инстаграме даже, вот они вот, давайте мы сейчас, и легче будет. Ну, я, конечно, не думаю, что они сопьются. Или разведутся ли, потому что находятся рядом постоянно. Может быть, иногда даже, знаете, бокальчик вина отдаёт какие-то новые эмоции. Ну, конечно, перебирать с этим не надо, и постоянно находиться в состоянии алкогольного опьянения не надо. Ну, а в принципе, как-то расслабиться немножко. Ну, почему нет? Тоже можно. Ну, то есть советуете. Ну, иногда можно по чуть-чуть. А стоит ли вообще нам перенять опыт тех, где эпидемия уже в разгаре людей? Стоит ли перенимать и как-то воспринимать, может быть, по-другому эту ситуацию? Конечно, стоит. На чужих ошибках мы всегда учимся. Поэтому посмотреть, что делают другие страны, в чём их ошибки, обязательно нужно. Посмотрите, вот Китай, да, какие они молодцы. Они очень системные. И, в принципе, население довольно-таки послушное. Мы, в отличие от них, конечно, все другие. Поэтому вот такие вещи обязательно нужно перенимать. Поэтому они довольно быстро с этой эпидемией справляются. Всё-таки дисциплинированными стоит быть, да, более, скажем так? Конечно. Особенно в таких сложных ситуациях, конечно, лучше быть дисциплинированными, в чём-то даже послушными, да, то есть не противиться рекомендациям, которые дают. А вот всё-таки, если человек заболел, ну, слава богу, у нас таких ситуаций пока нет. Но и всё-таки вдруг что делать? Как себя вести? Как себя успокоить? Не знаю. Ну, опять-таки, не паниковать. Очень маленький процент смертности. И то, что заболел человек, это не значит, что он сразу умирает. Поэтому нужно это понимать. И просто сначала надо себя успокоить. И опять-таки мы с вами говорим, что всё зависит от головы. Какой ты настрой себе даёшь, такой и будет. Если паниковать, думать, всё-всё, шеф, всё пропало, всё, я умру, жизни больше нет, то, ну, вероятно, такое и произойдёт. А если понимать, что, ну, да, болезнь есть, но я вылечусь от неё, то, в принципе, выздоравливаешь. Ну, а тем людям, у которых хронические заболевания и, ну, так скажем, уже пожилой возраст, конечно, желательно не болеть, оставаться дома. Спасибо вам большое, Алла. А я напомню, что сегодня мы говорили с Аллой Лобановой, медицинским психологом Алтайского краевого онкологического диспансера. И будьте здоровы!